Добрый день наши уважаемые юные телезрители! Вас приветствует телепередача Азбука право, с помощью которой мы с вами изучаем, что же такое право и для чего оно необходимо каждому гражданину. Наша Азбука расскажет вам не только о правах, но и об обязанностях, обучит правовой культуре и конечно же поможет воспитать в каждом из нас законопослушного и достойного гражданина. Меня зовут Аджамал Осмонова и тему нашего сегодняшнего выпуска объявит наш виртуальный ведущий. Привет, меня зовут Акыл и сегодня тема нашей передачи «Обязанности детей глазами ребенка». Во всем мире каждый человек имеет свои негласные обязанности – соблюдать конституцию своей страны, защищать свою родину, беречь окружающую среду, знать и уважать права других людей. И все эти обязанности, как мы уже говорили ранее, прописаны в основной книге законов, в Конституции. А есть ли подобные обязанности у детей? Из какого возраста они начинают нести ответственность за свои плохие поступки? Сегодня у нас в гостях Кирилл и ему 11 лет. Кирилл, у меня к тебе есть вопрос. Как ты считаешь, что подразумевает собой понятие обязанности? Обязанности – это слово подразумевает под собой долг человека, то, что он должен исполнять почти машинально каждый день, вставая, заправлять постель, умываться, чистить зубы. У людей, которые выбирают профессию, тоже появляется много разных обязанностей. Учителей – это следить за детьми, пока они в школе. Также у воспитателей, только пока дети находятся в детском саду. У поваров или других профессий, связанных с продуктами питания, следить за тем, чтобы они… У них не истек срок годности. Тогда как ты считаешь, какие обязанности есть у детей? У детей, в первую очередь, это помогать родителям. Обязательно, обязательно дети должны, если у них есть питомец, ухаживать за ним, следить за ним. Дети, если намусорили, разбросали игрушки, обязаны собрать за собой, чтобы не заставлять родителей делать это вместо них. Угу. Кирилл, я вижу, ты о своих обязанностях знаешь очень-очень много, поэтому давай сейчас обратимся к деткам и узнаем, что же они думают про обязанности. Помогать родителям и тем, кто в ней дождает, в помощи. Хорошо учиться, слышать учителей, не грубить. Никогда они не должны говорить ни цензурных слов. Ну, если у тебя нет обязанностей, ты не помогаешь Кыргызстану. А у кого есть обязанности, они помогают Кыргызстану, всем людям, которые там живут. Мои обязанности — быть отличником и вырасти умным. Слушаться родителей, вот, помогать им, делать домашние задания, но если ребенок уже в школе. Хорошо окончить школу на отлично, должен найти хорошую работу. Хорошо учиться, трудиться, слушать родителей, терпение и труд все перед труд, как говорится, ну, эти обязанности. Слушаться родителей, хорошо учиться, слушать учителей, делать все по законам, делать. Маму не подводить, учителя не подводить. И с 16 лет нужно делать паспорт. Обязанности. У меня есть обязанность услышать моих родителей, слушать, то есть соблюдать дисциплину в школе. Есть обязанности учиться, то есть получать общее образование основное. Помогать родителям, учиться хорошо в школе, помогать тоже учителям. Мы, наши обязанности, мы должны подчиняться закону, который выводится государством. Должны не нарушать, потому что, по моему мнению, это неприлично, некультурно, и это неуважение само по себе к своему государству, к своей стране. Ну, лично, по моему мнению, я обязана своим друзьям всегда помогать в учебе, особенно родителям помогать, жить. Учиться хорошо, закончить учебу хорошо, не опозорить свою школу в будущем. Как человека, ну, обязанности. Ну, я должна помогать тоже остальным людям и не должна нарушать права других людей. Действительно, все дети несут перед своими родителями, перед друзьями, перед школой и перед страной целый ряд обязанностей. О каких именно обязанностях идет речь, вам расскажет Акыл. Каждый ребенок должен запомнить, что обязанность – это то, что подлежит исполнению. Каждый ребенок обязан соблюдать законы своей страны. Каждый ребенок обязан уважать старших и заботиться о них. Каждый ребенок обязан учиться в школе и не пропускать занятия без причины. Каждый ребенок обязан охранять природу. Каждый ребенок обязан вести себя культурно в обществе Вот такой вот список обязанностей есть у детей не только нашей страны, но и всего мира Кирилл, как ты считаешь, эти обязанности выполнять сложно? Если человек уже привык выполнять эти обязанности, в нашем случае ребенок Он будет машинально это делать и даже не заметит, сложно ему или нет Ну а если он ни разу эти обязанности не выполнял, то конечно же он со слезами упадет в подушку Вот как ты считаешь, Кирилл, если все-таки ребенок не захочет выполнять эти обязанности? Будет все ужасно, дом будет в ужасном состоянии, по крайней мере комната ребенка Будет очень сложно разобрать, что где у него лежит Подушки будут лежать не на кровати, а на полу, возможно Одеяло на стуле, одежда перед телевизором, ну и прочее Зубы могут быть грязные Ответ на этот вопрос очень прост Если мы хотим, чтобы наши права соблюдались, а нас самих уважали как личность и как гражданина То в таком случае мы должны четко знать и выполнять свои обязанности И даже больше, любой ребенок, как и взрослый, может понести наказание за свои плохие поступки На языке милиционеров это называется уголовная или административная ответственность И предусматривается она законом Однако бывает и такое, что даже ребенок может сесть в тюрьму Это происходит в том случае, если ребенок делает ужасный поступок, который можно назвать преступлением За более подробной консультацией мы решили обратиться к юристу Значит, ответственность наступает не только уголовная в данном случае Потому что, как правило, за решетку детей не помещают Но и для ваших родителей Ответственность заключается в следующем Если вы совершили какое-либо уголовное правонарушение Допустим, избиение Хулиганство, мелкое хулиганство И в рамках этого преступления Своего преступления, которое будет доказано судебным актом Вы нанесли кому-либо ущерб Вызванный, допустим, необходимостью лечения вашего друга, которого вы избили Необходимостью помещения его в какие-то диагностические лаборатории Для проведения каких-либо анализов Нести ответственность будут ваши любимые родители Либо лица, которые их заменяют Бабушки, дедушки, если родителей таковых не имеется Поэтому, совершая какое-либо уголовное преступление В агрессии, вы должны знать, что ответственность наступает материальная Потому что, как правило, привыкли, что от уголовной ответственности вы будете освобождены А вот материальная ответственность по отношению к вашему родственнику Вы должны задуматься Она будет достаточно серьезнее и ощутимее по кошельку Нежели то, что вас просто как малолетнего не привлекут к уголовной ответственности И вы просто-напросто не понесете самого наказания именно уголовного Как мы видим, любое нехорошее действие и даже ребенка не может остаться безнаказанным. Сегодня у нас в гостях был Кирилл, и я хочу задать тебе вопрос. Какие выводы ты сделал по нашей сегодняшней теме? Каждый человек, ребенок, то или взрослый, неважно, должен исполнять свои обязанности, должен уважать других и никогда не творить что-то ужасное, иначе последствия могут быть ужасными. Кирилл, ты большой молодец, я с тобой совершенно согласна. Действительно так, дорогие друзья, очень важно с самого детства с родителями или с друзьями учиться соблюдать все наши обязанности. Ну, а на этом мы с вами прощаемся, но увидимся вскоре. Хотим вам сказать, чтобы вы не забывали изучать право с детства. Пока-пока! До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!